Обычное зимнее утро не предвещало для Александра ничего интересного. Он в очередной раз решил насладиться пейзажами заснеженной Сибири и отправился на прогулку. До некоторых пор в лесу было необычайно тихо, лишь из-под подошв иногда раздавался хруст опавших веток. Мужчина бродил по округе, чувствуя себя умиротворенным. Как вдруг его спокойствие было нарушено громким звуком. Было не совсем понятно, откуда он раздался. Александр внимательно осмотрелся, а затем придумал возможные варианты источника звука. Через мгновение крик повторился. Вскоре парень понял, откуда доносилось звучание. В небольшом заглублении возле дерева он обнаружил маленького щенка. Саша пребывал в растерянности. Такой славный малыш и брошен на произвол судьбы, да еще в морозную погоду. Мужчина взял щенка на руки и начал активно его разогревать. Александр дышал на него горячим воздухом, растирал дрожащее тело щенка руками, а затем спрятал найденыша под куртку. О продолжении прогулки не могло быть и речи. Спаситель ринулся домой, чтобы обогреть и накормить маленького щенка. Еще неизвестно, сколько бедняжке пришлось голодать и мерзнуть в заснеженном сибирском лесу. Дома мужчина нашел несколько подходящих одеял и на быструю руку соорудил уютную лежанку для собаки. Щенок вел себя активно и даже не стеснялся в непривычной для него обстановке. Он был дружелюбно настроен по отношению к своему спасителю. Мужчине это понравилось, и он захотел оставить собачку себе. Никто не мог и представить то, что произошло дальше. Такие истории – большая редкость в нашем мире. Тем они и увлекательны. Щенок получил прозвище тайга. Он рос очень быстро, и это совсем не удивительно при таком-то аппетите. За один присест он мог слопать несколько огромных мисок еды. А по его недовольному виду было понятно, что порция все равно оказывалась слишком маленькой. Подрастающий пес начал вызывать смутные ощущения у Александра и у тех, кто жил по соседству. Саше было интересно, какой породы найденыш, но особых догадок у него не было. Тайга выглядел немного странно. Чем старше становился пес, тем заметнее это бросалось в глаза. Хозяина смущали внешние черты собаки. В некоторых повадках читалась какая-то дикость. Неужели сибирский лес так повлиял на маленького щенка? Александр продолжал поиски ответа на свой вопрос. Он советовался с друзьями, но даже опытные собачники не знали, что ему сказать. Порода тайги оставалась загадкой для всех. В конечном итоге мужчине пришлось пообщаться со специалистом. Местный лесничий, отлично знающий животных, приехал в дом к Александру, чтобы лично увидеть собаку. При встрече с тайгой этот человек чуть ли не потерял дар речи. Саша не сумел правильно истолковать его реакции и сразу же принялся обо всем расспрашивать. Минутой позже шок охватил обоих мужчин. Эксперт уверенно заявил о том, что тайга – это самец волка, а вовсе не собака. Теперь нужно было решать, как действовать дальше. Одно дело – держать в доме подрастающего щенка, а другое – приручить волка, одного из опаснейшего хищника на планете. Так как мужчина жил в селе, новость о найденыши быстро разлетелась по всей округе. Узнав правду, соседи Александра потребовали от него решительных действий. По их мнению, волк не должен был оставаться в деревне, нужно было избавиться от него как можно быстрее. Хозяин тайги понимал притязания местных жителей, но он не мог просто отвезти животное в лес. Будучи воспринятым как пес, он рос в домашних условиях, рядом с человеком. Как теперь ему адаптироваться на просторах дикой природы? Этот волк был особенным, ведь он не умел охотиться. Он был одоленно похож на хищника только за счет черт своей внешности. Иных сходств просто не было. Кроме того, Саша успел полюбить своего питомца и считал его другом. Понимая, что растерянный мужчина не желает идти на поводу у местных жителей, за дело взялись местные органы власти. Они запретили Александру оставлять опасное животное, поскольку хищник являлся прямой угрозой для людей. Мужчина принялся горевать. Будь его воля, он обязательно построил бы для тайги просторный и крепкий вольер. Однако у Александра не было на это денег. Волка забрали силой. Сердце мужчины обливалось кровью, когда он видел растерянную мордочку отдаляющегося в машине друга. Они сблизились и уже не могли так просто расстаться. Александру разрешили навещать тайгу в приюте. Там содержали и других волков, поэтому проблем с адаптацией не ожидалось. Однако волк чувствовал себя угнетенно. Он не принимал пищу, держался в стороне от своих собратьев. Животное долго пребывало в депрессии, а Саша старался навещать своего приятеля как можно чаще. Мужчина поделился своей удивительной историей в социальных сетях. Люди были шокированы услышанным. Многих эта история тронула до глубины души. Вскоре нашлось немало желающих перевести деньги на строительство вольера для тайги. Александр обрадовался столь щедрому жесту неравнодушных читателей и направился к представителям местной власти. В ходе переговоров мужчина добился своего. Ему разрешили содержать волка в специальном вольере. Хозяин тайги, впрочем, теперь это прозвище совсем не подходило для серого, считал минуты до встречи с другом. Наконец час их разлуки миновал. Найденыш снова оказался на попечении у своего спасителя. Со временем Александру удалось спасти еще несколько волков. Теперь он занимается строительством вольеров и радостно спасает жизни вот таких необычных щенков.